здравствуйте уважаемые коллеги как слышно видно поставьте плюсики минусы здорово слышно хорошо но тогда начнем наш прямой эфир 15 минут с ребенком детском саду и дома а меня зовут кисель арене числа на я педагог международной педагогической академии дошкольного образования и сегодня мы с вами поговорим на такую тему точнее в очередной раз коснемся темы развития мелкой моторики у детей и сегодня поговорим о важной роли в становлении мелкой моторики когда дети рисуют по клеточкам особенно перед поступлением в школу начиная уже с пяти лет ребенок учится ориентироваться на листе бумаги и в этом помогает ему упражнения с рисованием дорисовывание картинок фигурок по клеточкам и педагоги обычно называют подобные занятия графическим диктантом обычно такие упражнения выполняет ну мы с вами выполняем такие упражнения при подготовке дошкольников на занятиях по подготовке к школьному обучению эти задания они развивают зрительное восприятие произвольное внимание до пространственное мышление конечно же мелкую моторику координацию движения руки усидчивость внимательность глазомер ну и конечно же тренирует навык письма но а что для этого требуется до совершенно верно ориентировка на листе особенно важно будет начальных в начальных первом классе когда они начинают подписывать число день месяц когда там три клетки сверху там сколько-то справа слева конечно это очень нужный навык и что же для этого нужно конечно же это тетрадь или листочек простой карандаш можно фломастер или цветные карандаши для раскрашивания уже нарисованы картинки и конечно ластик чтобы можно было исправить какую-то неверную линию и перед началом графического вот этого диктанта нужно отсчитать заданное количество клеточек вниз вверх иначе рисунок может просто не поместиться на листочке и при рисовании важно правильно одно из условий важно правильно владеть карандашом ручкой или фломастером если у ребенка не сформирована привычка правильно держать орудие письма да а в дальнейшем при письме его рука будет уставать от излишнего напряжения почерк будет испорчен он будет не успевать скорость письма снижена и вот пальцы руки должны держать карандаш или ручку так чтобы большой палец держит был с одного блока средний палец с другого полка так я зависла да он от не отписывал с одного боком до большой палец средний с другого и а указательный он получает на карандаш для того чтобы ребенка научить правильно держать карандаш есть масса различных методов ну давайте там несколько вам напомним я уверена что много из вас а многие из вас знают эти 7 методы номер метод пинцета до метод пинцетом для этого берется кончик карандаша и берется тремя пальцами нашими держится за кончик карандаш на плоскость упирается и наши пальчики спускается аккуратненько до держания карандаша и вот таким образом ребенок учатся еще и замечательный способ здесь нужно будет салфеточка и безымянный и мизинчик держит эту салфеточку и опять наши три пальчика остаются свободны которые должны держать карандаш и вот тогда ребенок точно никогда не перепутает как правильно держать карандаш также есть сейчас современном мире очень много приспособлений которые помогают этой различные накладки с разноцветными или там с каким-то с изображением птичек зверюшек это и специальные насадки для с отверстиями да для правильного держания карандаша или ручки но также необходимо обратить внимание на посадку ребенка да спина должна быть выпрямлена стоп нужно пододвинуть что подошва ног опиралась о пол и нужно помнить о том что спина у нас это профилактика сколиоза и правильность расстояние глаз от листочка тетради это залог хорошего зрения а как же это проверить тоже очень легко а если поставить локоть на стол то пальчики должны показывать на глаза если расстояние соблюдается то значит все у вас подходит ну начнем дальше рисование конечно по . начинается с простейших сначала выполняется там различные палочки да дорисовывание каких-то по пунктирным линиям и лучше начинать сначала с крупной клеточки да затем усложнять и вот это рисунок и уже в обычной тетради важно что приучает сразу следить за тем что чтобы ребенок аккуратно делал проводил не проводил линии несколько раз соблюдал частоту выполнял все действия правильно и и тоже важный фактор не переворачивал лифт а именно рукой вел тот или иной узор рисунок ну в этом случае конечно мы понимаете что роль взрослого это доброжелательные отношения поддержка да и как не воспитательным понимать когда нужно там похлопать по плечу сказать молодец вот здесь ты постарался но и так далее важно также сразу же рассказать показать детям особенно когда они только начинают где вверх низ право лево чтобы они ориентировались и не боялись делать ошибок и еще очень важно а перед началом задания разогреть мышцы пальцев рук и это можно делать с помощью пальчиковой гимнастики а и желательно чтобы она конечно совпадала с темой того что вы будете рисовать если вы рисуете животных то значит про животных да например скачет зайка всем известная такая пальчиковая гимнастика да когда двумя пальчиками скачет зайка около заваленки соединяются два указательных пальчиком над головой быстро скачет зайка ты его поймайка и вот такие маленькие как бы четыре остейшие с выполнением различных напряжения и расслабления пальцев рук помогают разогреть наши пальчики у ребяток и подготовить их к выполнению упражнению рисование по клеточкам можно усложнять после того как дети научились выполнять простые узоры по схеме да а можно срисовывать картинки в которых идут линии уже не просто по клеточки да ровно а уже наискосок и вот сегодня я вам хотела представить серию серию книг которые называются рисуем по клеточкам эта серия состоит из четырех книг на такие тематики как в африке в море деревне и в лесу в книгах представлены обитатели данных мест вот например книжка в лесу здесь изображены животные которые живут в лесу они это уже книжки будут с возраста пять и семь потому что здесь узоры будут идти наискосок вот смотрите лисичка верхнем углу какая должна быть какая должна быть вот здесь полностью ребенку нужно будет в соответствии с картинкой попробовать по клеточкам важно еще считать да на какой клеточке нужно наискосок свернуть вот здесь еще есть замечательные четверостиши например про лисенка прячется в дубра веловка заметая след кутовка ярко-рыжая краса длиннохвостая лиса что потом можно использовать еще не только для веселого провождения во время рисования но и для заучивания в дальнейшем да вот есть такие вот товар вот в этой серии мишка как он на обложке был ежик волчок зайчонок олененок и бельчонок такие замечательные яркие картинки например серия в деревне это все животные которые можно встретить в деревне вот цыпленочек да и при него стишок барашек лошадка козочка не буду полностью показывать вот эта серия в море морская звезда рыбка осьминожка медуза кит стоит словно зонт в воде медузы берегись ее укуса обжигают как огонь ногу спина и ладонь то есть вот такие замечательные стихотворения я думаю понравится детям и говорю еще раз повторюсь что для дальнейшего заучивания вообще прекрасно а также на после того как ребенок выполнил задание на этом мы не останавливаемся надо с ребенком обсудить и проговорить что же это за животное да или какую рыбу они нарисовали где она обитает как называются его детеныши да какое она иметь строение чем она питается посмотреть настоящие фотографии этих животных да чтобы у ребенка сложилось впечатление от того что он только что нарисовал и то что в реальной да жизни а потом будет еще самое наверное важно еще добавить это сочинить придумать историю о животном которого он нарисовал нарисовал и разукрасил и вот видите вроде бы как простейшее задание дорисовать и там разукрасить можно превратить в одно большое интегрированное задание и познакомление с окружающим и развитие речи и математики в конце концов посчитать сколько лап сколько глаз и так далее какого цвета что находится сверху что находится снизу то есть ориентация в пространстве можно вот пожалуйста вот по таким что это можно делать и дома можно в уголках самостоятельности деятельности дать детям заниматься можно применять и в самих занятиях да ну вот такие вот замечательные тетради которые можно приобрести сейчас тем более акция из-за вот данной ситуации в школе семи гномов вот эти пособия администратор вы следующий слайд можно приобрести значит пособия у вас как раз сейчас они изображены все на сайте школы семи гномов и если вы введете промо под то вам будет скидка целых 25 процентов и я знаю что сейчас посмотрела для своего крестника эти пособия действительно со скидкой они сделаны в красочных наборах можно сразу же 4 и это будет выгодно нежели одну тетрадочку купить то что я желаю вам использовать и как-то разнообразить ваше заключение вот на сегодняшний день с детьми вот таким способом ну на этом я с вами прощаюсь спасибо я у и он он под и он вот и он Продолжение следует...